И далее будем сейчас узнавать, каким образом происходит праздник, который чтят часть православных именно этого обряда. Спасибо большое. Будем сейчас об этом общаться с нашей журналисткой, это Алена Грамова, которая находится в Славянске, Донецкой области. Алена, приветствуем тебя. Пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте, коллеги. И дело в том, что буквально летом у нас здесь была съемка, и это был повод не очень приятный, потому что после сильных массированных обстрелов вблизи этого храма очень сильно пострадали торговые помещения. Однако тогда, я помню, что люди не волновались абсолютно за то, что происходит с рынком, сказали, что можно все это восстановить, а очень переживали, чтобы не пострадал храм. Храм в целом сохранился, и все хорошо. Но, однако, я хочу сказать, вот буквально после того, как мы послушаем наших жителей города Краматорска и Славянска о их настроениях сегодня в этот день, я, конечно, немножко посвящу времени нашего эфира, рассказав чуток о все-таки разбитых храмах в Донецкой области, потому что, ну, к сожалению, на деоккупированных территориях таких храмов и таких памяток очень много. Ну, а теперь давайте послушаем наших жителей Краматорска, потому что вот на самом деле настроение не у всех очень хорошее, все очень хотят тишины и мира, однако все же сегодня пришли в храм для того, чтобы поучаствовать в праздничной службе. Хочется праздновать. Дома, конечно, справила. И кучу сделала, все сделала по возможности. Так и дела. Да, скажите, вот просто у нас такое время, мы жители Донбасса, и у нас не просто война. Чего бы хотелось больше? Когда она закончится, скажите, пожалуйста, и кому она нужна, эта война? У нас настроение очень бодрое, но хочется мира. Праздник, поэтому я пришла в храм. А скажите, была в ищерье там, допустим, вчера что-то? Обязательно, обязательно. Хоть я была, все как надо. Сегодня другая будет. Сегодня минус 12, не мешает все равно даже погода? Нет, 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 ради такого праздника, конечно. Ой, не хотелось бы об этом говорить, хочется мира, добра всем пожелать. Божьей благодатью. Коллеги, есть предварительные оценки по разрушенным храмам и церквям в Донецкой области, но предварительно разная степень разрушения, около сотни, скажем так, храмов пострадало. Ну, хочу сказать, что в Святогорской общине, село Богородичное, которое было известно своим храмом 18 века, здесь хочу сказать, что на сегодняшний день проведена оценка, это скид в честь иконы Божьей Матери, проведена оценка того, что, ну, к сожалению, храм фактически невозможно будет восстановить. Но, однако, все же хочу сказать, действительно, настроение сегодня у людей хорошее, все празднуют, все приходят на службу. Если коротко, у меня все, студия, вам слово. Ален, спасибо тебе огромное за эту информацию. Спасибо, да, о количестве храмов, которые уничтожены со стороны российско-оккупационных войск. Ведь напомню нашим зрителям, что в России, в Кремле, Путин, Шойгу, Песков говорят о защите якобы православия. Я так понимаю, вот в завуалированном параллельном мире Кремля уничтожение православных памяток – это защита православия. Алена Грамова была с нами на связи, наша корреспондентка. Ну, и далее будем говорить о том, как на западе Украины также встречают Рождество, восточного обряда. Будем говорить о том, что происходит ныне в Ужгороде, Закарпатская область. Нелли Янчук, наша корреспондентка, сейчас с нами на связи. Нелли, здравствуйте, без слова. Как в Ужгороде встречают светлый праздник Рождества? Коллеги, здравствуйте. Христос рождается, прославляем Его. Так сегодня поздравляют друг друга закарпатцы с Рождеством. Традиционно идут на службу рождественскую семью в Закарпатье в полночь, 6 января, либо уже утром 7-го. Правят службы тут практически с 7 утра. Ну, и праздничная литургия рождественская сейчас проходит в Великокатолическом храме, возле которого мы находимся. Он находится в самом центре Ужгорода, и тут традиционно очень много людей на праздники. Вот сейчас на рождественской литургии около 100 людей, а возможно и больше. Ну, и отмечу, что это храм, в котором происходят службы, проводят на двух языках, на украинском и венгерском. Ведь особенность нашего региона такова, что тут проживает много национальностей. И кроме 80% украинцев живут венгерцы, словаки, румуны, немцы. И отмечу, что все эти национальности, люди этих национальностей всегда жили в понимании и мире. Вот и поэтому есть особенность региона, есть семьи, где проживают люди смешанных национальностей. И поэтому Рождество могут праздновать и 25-го, и потом уже 7-го. Отмечу, что пять церковных приходов на Закарпатье перешли на празднование Рождества 25-го декабря. Ну, а есть церкви, где правят службы и отмечают Рождество и 25-го, и 7-го. Про традиции празднования, Рождества и про то, что, как отмечали в каждой семье, какие блюда на столах. Ну, и про особенность празднования в этом году. Мы расспросили закарпатцев, которые пришли сегодня на Рождественскую литургию. Давайте послушаем, что они нам рассказали. В первую очередь, это духовный свят. В первую очередь, это духовный праздник, празднование в семейном кругу. Бог наградил меня четырьмя внуками. Мы собираемся за праздничным столом, минимум 12 блюд, поужинаем и каледуем. Это очень духовный праздник, но с очень горьким привкусом в этом году, но с верой. С верой, что все будет хорошо. Победа будет за нами, мы верим, по-другому быть не может. Христос рождается. Христос рождается. Славим Его. Все, как всегда. Дело в том, что много наших церквей уже перешли на украинский. Присоединился и епископ, и благословил. Единственная горечь – это война. Поскорей бы она закончилась. А так на Закарпатье все, как было. Ну и следует отметить, что в каждом районе села Закарпатской области традиционные блюда, которые готовят к праздничному столу, они отличаются. Поэтому какого-то единого образца нет. В каждой семье есть свои традиции. Они передаются с поколения в поколение. Ну, конечно, это 12 блюд, среди которых кутя и постные блюда. Ну, а в селах Закарпатской области еще сохранились традиции, когда дети и старшие мужчины, они собираются в Беттлгем и ходят, калидуют от дома к дому. Ну, каких-то бурных празднований или калидований в городе, в областном центре Ужгороде в этом году не будет. И не будет ярмарок рождественских, которые традиционно проходят в центре города. Об этом сообщали городские власти. Связано это и с ситуацией, конечно, в стране. Ну, с Рождеством поздравляем из многонационального Закарпаття. Вас, коллеги, и слово вам в студии. Спасибо, Нелли. Напомню, что наша корреспондентка на прямой связи из Ужгорода, Закарпатская область, по основной связи Нелли Янчук. Ну, и вскоре мы сможем увидеть, как в Киеве встречают Рождество представители восточного обряда. Напомню, что сегодня впервые за сотни лет в Киево-Печерской лавре правит свою службу Православная Церковь Украины. Вообще впервые по ЦУ там будет представлять себя митрополит Эпифани в Успецком соборе Киево-Печерской лавре. Уже на интернет-ресурсах Православной Церкви Украины показывают, ведут прямую трансляцию Божественной Литургии по случаю Рождества Христового. Я вот смотрел, ознакомливался, как социальные сети реагируют на подобные. Приезд митрополина Блаженнейшего Эпифания в Киево-Печерскую лавру, ну, как мне кажется, люди понимают сам смысл этого исторического события, что этот день точно будет внесен в книги по истории Украины. И с нами сейчас на связи наш корреспондент из Киева Данила Кобза. Данила, здравствуй, рада тебя приветствовать в нашем эфире, тебе слово. Да, студия, без преувеличения, действительно это историческое событие. Первая служба независимой Православной Церкви Украины в Киево-Печерской лавре. Одной из главных святынь всего, собственно говоря, православия. Тысячи украинцев в этот день приехали сюда послушать утреннюю рождественскую службу митрополита Епифания Блаженнейшего. Ожидается, что непосредственно на службе основными темами станут не только Рождество Христово, но также и единство украинцев и ожидание скорой победы. Давайте послушаем фрагмент службы. ПЕСНЯ Тем не менее атмосфера сейчас накаленная. Православная церковь, аффилированная с московским патриархатом, утратила контроль над верхней частью Лавры. А именно здесь находятся основные храмы, самые главные. В связи с этим предстоятель Лавры еще незадолго до Рождества делал заявление, что ПЦУ не имеют права проводить здесь рождественскую службу, потому что это, цитата, силовой захват здания. Ну а на сайте организации позже появилось заявление, где независимые православные церкви Украины грозятся уголовным преследованием. Естественно, с правовой точки зрения все чисто и никаких проблем с законом здесь нет. Однако из-за слишком резких заявлений предстоятеля Лавры, а также в целом из-за понимания того, что ситуация острая, мероприятия проводятся беспрецедентными мерами безопасности. Задействованы 3000 сотрудников правоохранительных структур. Они дежурят по периметру и внутри храмового комплекса. Но попасть внутрь гражданам можно только после проверки металлодетектором, без пищи и питья и с предоставлением документа, подтверждающего вашу личность. Но тем не менее, даже с такими ограничениями, тысячи украинцев, и вы можете это сейчас увидеть, продолжают приходить сюда на эту утреннюю рождественскую службу. Мы поговорили с некоторыми из них, и они все в абсолютном восторге. Некоторые из них ходили сюда и до передачи, предоставления этого храмового комплекса независимой православной церкви Украины. Они говорят, что для них это тоже знаковое историческое событие, и они долго ждали этого. Для многих это момент единения украинцев и подтверждения того, что Украина, как независимое государство, продолжает выбарывать свое не только на поле боя, но и в культурном смысле. Служба будет продолжаться тут до 12 часов дня. Каждый желающий может попасть сюда. Мы будем оставаться здесь и отслеживать все самые важные события. Студия, передаю вам слово. Спасибо тебе, Данила Кобза, наш корреспондент из столицы Украины, Киева, был с нами на связи. Ну и прямо сейчас будем общаться с нашей гостью Ирина Викторовна Богачевская, доктор философских наук, профессор, философ и религиовед, доктор философских наук, заведующая кафедрой философии и педагогики Национального транспортного университета. Доброе утро. Доброе утро. Ирина, вот будем отталкиваться сейчас от того, что сказал наш корреспондент. И вот, вы знаете, ваши коллеги, в частности, говорят, оценивают ситуацию сегодняшнюю с УПЦ. УПЦ утверждает, что ее преследуют за религиозные убеждения. Но никто не предъявляет претензии ни митрополиту, ни архиепископу, ни монаху, предъявляет в первую очередь претензии как гражданину Украины. И эти два понятия необходимо различать, потому что мы все-таки живем, прежде всего, в светском государстве. Есть законы, которые равны для всех. Как эту ситуацию, вот вы видите, можно разделить? И насколько действительно это исторические события для нашей страны, для нашей религиозной общины может поменять? И что может поменять в данной ситуации в Украине? Вы понимаете, тут целый комплекс вопросов. Прежде всего, то, что сегодня происходит в Лавре, это, безусловно, историческое событие. Мы вообще, к сожалению, последний год прожили, так сказать, в непрерывном историческом событии. Потому что эта война, это не только огромное испытание для нашего народа. Это еще и окончательный уход вот этого постсоветского болота, в котором мы пребывали практически более 30 лет. И сейчас мы видим, что эта война, она не только испытывает нас на прочность, она дает нам шанс на возрождение. И прежде всего, на возрождение духовное. И именно поэтому мы видим, что общество занялось теми религиозными вопросами, которые долгое время как бы подспудно происходили, но не привлекали такого пристального внимания. Мы видим, как Украинская Православная Церковь Московского Патриархата просто окончательно дискредитировала себя, и как она уходит сейчас, скажем так, с лидирующих позиций в религиозном поле Украины. И вот именно то, что сегодня происходит в Лавре, это очередное свидетельство этого ухода. А то, как ведут себя, безусловно, не простые православные верующие прихожане Московского Патриархата, а то, как вели и ведут себя церковные иерархи в большинстве своем, к сожалению, и приводит к тому, что общество начинает отвергать эту церковь. Потому что, с одной стороны, вот вы говорите, как разделять ответственность, а надо ли ее разделять? Проблема в том, что церковь всю жизнь утверждает, мы соль земли. Соответственно, если вы берете на себя, помимо тех обязательств, которые берут на себя любые люди, называющие себя гражданами Украины, то есть это прежде всего подразумевает лояльность к своему государству и к государственной власти и соответствующее поведение во время войны. Но так вы же еще взяли на себя и духовные обязательства, быть пастырями людей, показывать им пример поведения. Ну а если ваше поведение идет в разрез, опять же, со всеми нормами, устоявшимися в обществе, ну тогда чего же вы хотите? И вот мы видим сегодня, что святое место пустое не бывает. Посмотрите, какая красивая служба. Посмотрите, какие молодые лица священников. Молодые, может быть, не по возрасту, молодые по вот тому желанию сделать новую церковь, новую свободную церковь в новой свободной стране. И вот эта связь времен, которую мы наблюдаем, когда в самом святом месте Украины, на самой святой земле, в Успенском соборе, который пережил и разрушение, и восстановление, сейчас, словно, вы понимаете, связывается вот эта нить поколений. И опять сюда приходят украинцы для того, чтобы свободно молиться Богу на своей земле. Это красиво. Вчера была 6 января, 4-я годовщина получения Томаса, Православной Церкви Украины. Сегодня уже Блаженнейший Епифаний правит службу в Киево-Печерской лавре. Насколько быстро поменялась ситуация в украинской церкви, я так, наверное, обобщу, с вашего позволения. Но мне кажется, тут важно еще понимать, исходя из нынешней литургии божественной, по случаю Рождества Христова, Блаженнейшего Епифания, именно там, в Киево-Печерской лавре. Вам не кажется, что это в конце концов ставит такой крест уже конечный? Спасибо, коллеги. Это, кстати, трансляция с ресурсов Православной Церкви Украины. Спасибо за вот такую возможность видеть, что происходит в этот исторический день. Вам не кажется, что вот эта картинка и присутствие Епифания представителя Православной Церкви Украины в Киево-Печерской лавре, она ставит точку вообще в каком-либо влиянии Русско-Православной Церкви на постсоветские государства, да вообще на все государства, где есть представители РПЦ? Ну, вы понимаете, трудно говорить о такой вот прямо конечной точке, да? Но то, что это очередной очень существенный гвоздь, который забит в крышку гроба этой структуры, это 100%. Потому что, вы понимаете, навряд ли мы сможем объявить какое-то событие конечным, точечным, да? Мы видим, что Церковь, она живет достаточно медленно. Вы сказали, процессы идут 4 года Томасу. И мы видим вот то, что мы наблюдаем сегодня. Это, безусловно, показывает, что в Украине стремительно меняется религиозная жизнь. Православие украинское стремительно меняется. Но говорить о том, что вот точка именно сегодня. Сегодня очередное знаковое событие на этом пути. Очередная веха пройдена, очередная точка невозврата, скажем вот так вот. Вы знаете, в финале просто я хочу спросить, насколько это повлияет на верян, особенно тех, которые привыкли, по привычке, привыкли ходить именно в УПЦ Московского патриархата или Киевского патриархата. А тут вот фраза такая очень хорошая, что есть надежда, что богослужение сегодняшнее пройдет в мирной атмосфере, и что условия войны просветят разум всем участникам этого важного события. Как вы думаете, случится так? У нас буквально меньше минутки. Безусловно, случится. И мы с вами, когда смотрим на то, что раздается из-за поребрика, когда нам пытаются сказать, что лавра закрылась навеки для верующих. Вчера последний раз прозвучали лаврские колокола. Да ерунда это все. Лавра жива, и она открыта для любого верующего, который придет в ее стену. И, безусловно, сегодня мы видим то, что верующие люди, они имеют все возможности молиться в лавре, приходить в лавру туда, где они привыкли, где у них есть любимый уголок, чтобы не прерывалась вот эта духовная традиция. А все остальное это от лукавого, это шелуха. Несмотря, вы знаете, на заявление наместника Киева-Пчерской лавры, уже бывшего митроволита Павла, которого карьера де ла сера назвали «Падре Мерседес» в своей статье, которая вышла буквально вот. Это популярность. Нет, это популярность. Спасибо большое, Марина Викторовна. Ирина Богачевская. Был с нами на связи. Доктор философских наук. Профессор. Продолжение следует.